Всем привет! Сегодня были в Сургутском городском суде. Мне с утра сегодня пришлось сделать 27 звонков, как минимум, чтобы меня пригласили для ознакомления с материалами дел. Спустя 11 суток после принятия решения. Информация с сайта суда была удалена. С материалами дела нас сегодня так и не ознакомили, потому что судебные приставы хотели устроить провокацию. То есть они заходили вместе со мной в кабинет 107, где мне предлагали ознакомиться с материалами дела. При этом они хотели закрыть две и пускали внутрь только меня. Точно так же они сделали 28 ноября, когда объявили закрытый режим заседания, когда состоялось второе заседание по моему иску к прокурорам города Сургут и прокурора в округах МАО. Тогда они выгнали всех, в том числе и меня, и скидывали женщин со скамеек. Я был вынужден под угрозой провокации, под угрозой здоровью и жизни покинуть данный зал. Сегодня был сделан ход конем. Я зашел заранее в канцелярию и подал апелляционную жалобу вслепую. Не ознакомившись с материалами дела, прошло уже больше 11 суток, и я до сих пор не знаю, какое решение принято, и на основании каких законов. Сегодня приставы были особо агрессивно настроены, так как на них написаны многочисленные жалобы, не только от меня, но и от других людей. Я думаю, скоро к ним пожалуют такие же гости, как и в прокуратуру, только в черных рубашках теперь, и с такими же пустыми карманами. По предварительным слухам, проверка в прокуратуре города Сургут прошла с полным разгромом прокуратуры города Сургут. Думаю, такой же результат будет и в ФССП по городу Сургут и Хмау. Смотрим. Поводострение спектра пропустите? Нет. Кого поделите? В канцелярию? Все металлические все выкладывайте из карманов, проходите через рамку, паспорт я вам передам. Нету значка на грудной? Не, не выдавали. Не выдавали? А как вы так? Не выдали. А берет выдали? А паспорт? Вот он, ваш паспорт. Давайте. Арина Тагирович здесь? Здесь. Здесь, да? Отлично. Здравствуйте. Как ваши успехи в бодибилдинге? Отлично, да? А в чужих соцетях не надо носу сувать. Понятно? В чужих соцетях не надо носу сувать. Понятно? Что сувать? В чужих соцетях не надо носу сувать. Где сидите, что ли? Вам послышалось? То сувать, то не сувать. Вы определитесь? Подождите, девчонки, вы очередь заняли? Да, да. Вот за женщиной. Вы, да, последняя? Да, да. Что? Вы что-то сказали? Ничего не говорили. Ничего не говорили? Придирайся, блядь, сам придирайся. Вы вроде как-то улыбнулись странно, нет? Да нет, вообще не обращаешь внимание. Ты чего обращаешь внимание-то вообще, стой молчать. Вы, что все дела делаете? Я сказала, что каждый петанец, да, без проверки будут вас пропускать. Конечно, надо всех опускать. Так у них есть ручной металлодетектор. Ну, а если вот так вот получилось? Я не знаю, сколько раз это было. Проход через рамки добровольный. Ну, конечно, добровольный. Да, добровольный. Я вот боюсь, например, с вами пройти. Почему? Вот вы проходите. А я боюсь вот с вами пройти. Ну, будет. Я хочу, чтобы вас обыскали. А я не хочу. Я вот хочу. Есть такие вот, есть такие же вы. А все обязаны исполнять ваши желания? Да. А я боюсь. Господи, я отказала. Чуть-то я не могу. На телепроходите. На транспорт заходите. Я думал, у нас правовые государства, и должны закону подчиняться. Все хватит. Телефон, поминь. Нет. Не рассказывайте, что это заходы, которые делаются. Они все правомерно делаются. Вот, чтобы вы не туда, чтобы... Чуть-чуть, что я вот письмо однищу. Закрывайте письмо. Второе. Отойдите, люди выходят, заходят. Откажите, пожалуйста. Что? Да. Вы здесь все. Вы стоите? Да, да. Чуть ли не последние, а стали тут у дверей закрываете. Я вам мешаю? Да. Хорошо, я отойду. Вам стол не мешает? Нет. Нет? Хорошо. Вот это, что вы пишете, друг, а сомплядно. Вот это, вот, вы нам приобщаете, да? Угу. Обращение. Так. И танцы у вас копия только идет? Да, заверенная. Ну, я не сражаю, здесь копию нужно написать. Давайте. Вот это для суда. Да. Или здесь. Вы мне, как всегда, вот здесь поставите. Ну, штемпель поставите, я сфотографирую, и вас оставите. Да, не вопрос. Пишите там, пожалуйста. Время, пожалуйста, поставьте. Не могу, это операционная жалоба. Время принятия. Время не стоит, даже апелляционная, вы оформляете. Это важно. Это важно. Ага, все, благодарю. Пойдем. А вы почему заходите, я не поняла. Вы меня руками не трогаете? А вы зачем заходите? Вы меня руками не трогаете? Он один заходит. Вы зачем заходите? Вы меня руками не трогаете? Хорошо. Я вас вообще не трогаю. Что это значит, заходите, это самое интересное? Через доход вы замерены ли стоите? Вот народ, смотрите, что творится. Я прокурора от шут вызвал. Они объявили закрытый режим заседания, всех выгнали, скинули со стамеек женщин, и теперь не дают мне ознакомиться с материалами дела. Видите, как вперед заходят? Ну, в 784. Антон, не заходите, подождите. Я выйду, потом. Пиши заявление с представителями. Вы зачем за меня разговариваете? Дайте я поговорю. Не заходи туда. Я не буду заходить. Ханюр, не заходите. Ханюр, не заходите. Зачем вы еще разговариваете? Они не знают его. Да мы знаем про него все. Отстаньте. Вы залезли зачем-то в соцсети. Для чего это все надо? Куда залезли? Вы нас кинулись со скамейки. Извините меня. Вы меня не делаете. Женщины, тишина. Рустам Тагирович, вы сами всю информацию о себе выложили в социальные сети. Это моя личная информация. Не выкладывайте. А что там, что-то секретное, что ли? Это не секретное. Не надо куда из этого делать. А не надо женщин со скамейки скидывать. Я никого не скидываю. Как-то не скидываю. Вот женщины, они свидетели. Там я целый зал. Как-то не скидываю. Меня калкинули вы. Не надо женщин со скамейки скидывать. Тогда все будет нормально, понимаете? И нечего вы стесняться. Вот я не стесняюсь. Вы что, все полный зал на глазах у прокуратуры. На глазах у прокуратуры. Там есть судьи. Это что, вы правоохранительные органы? Зачем говорите? Вы что творите? Вдумайтесь. Вдумайтесь. А, Руслан Тагирович, вы в прошлый раз не ответили на вопрос. А если бы ваша мама сидела на скамейке? Не таскается? А то есть другие женщины не таскаются по судам? И ваши права защищаем. Ваших детей. Руслан Тагирович, другие женщины не таскаются по судам? Не будем. Очень плохо, что мать не ходит на защиту детей своих. Очень плохо. А вы меня-то толкнули. Мы, матери, защищаем своих детей. Вы меня толкнули. Вы меня руками лапали. Взять. Антон, давай напишем. Хотела показать, в чем они участвуют. Я хочу открыть дверь и поговорить с женщинами. Ознакомить меня с материалами дела или нет? Меня знакомят и пиши. Будем писать раз. Подержи, пожалуйста. Здравствуйте. А я могу ознакомиться с материалами дела? Конечно, проходите. А я себя плохо чувствую? Я хочу зайти с женщиной. Со своей тетей. Плохо чувствую? Мы сейчас скорую вызовем. А? Мы сейчас скорую вызовем. Да не надо, я на ногах. А с какой женщиной тогда? А? Среди словителей или что? Моя тетя. Я ей доверяю. Заявление на ознакомление написано от кого, от чего и меня. От меня? Да. Вам разрешили ознакомиться? Да. Тогда вы заходите один. Какой представитель? А почему один? А на каком основании другой? Я вам объясняю. Я себя плохо чувствую. Мы сейчас скорую вам вызовем? Скорую вызовем? Нет, мне скорую не надо. Так а как другой человек без доверенности, без обязательности, без обязательности, согласно гражданскому кодексу, в присутствии доверителя доверенность не требуется. Елена Владимировна, гражданин говорит ему плохо, и врачу, что это не факт, как правило, женщина. Без доверенности. В присутствии доверителя доверенность не требуется. Я даю свое согласие, вот я вам говорю. Только лицо участвует еще? Я готов написать заявление, чтобы она вместе со мной зашла. Напишите заявление, но опять же оно должно быть заверено судьей, рассматривающим дело. Вы можете в течение получаса заверить это заявление? Напишите, давайте в 109 кабинет. Меня дальше первого этажа не пускают. В 109 вот на втором этаже. И какой срок рассмотрения? Вы сдайте его. Мы сейчас идем в течение получаса. А дайте, пожалуйста, листок бумажки. Извините, а вас как зовут? Екатерина Владимировна, начальник дела. А, мы с вами, да, говорили? Да, мы с вами говорили. Пожалуйста. Подскажите, вы сможете мне помочь в течение получаса решить этот вопрос? Напишите заявление. Я напишу. Я вам сказала, поможете, да? Поможете, да? Благодарствую. Пойдемте писать заявление. Ох, сериал целый. Провоцируют, короче, не дают ознакомиться с материалами дела в одиночку. Написал заявление. Что, пойдем? Они не знают, что делать, вообще не знают, что делать. Они с собой не знают, что делать. Поэтому они делайте, пальчиком швыряют, делайте, что хотите. Они с собой не знают, что делать. Надо же, я не знал, что чьи-то мамы не таскаются по судам. А вообще, самое интересное, то, что... Зачем сейчас ее можно договориться купить? Думаешь? Конечно. Они же, я в суде была, мне говорят, 30 тысяч отдай, и лучше на твоей стороне. Нет, я пойду честно. Они говорят, ты что, дура, идешь? Там все куплено. Я говорю, я пойду честно. Нечестно никогда не придешь. 30 тысяч, ты делаешь в твою сторону. В Российской Федерации, честно, ты не придешь ни к чему. Ребята, кто честно хочет, не честно, все суды будут пересматриваться. Все эти суды нелегитимны. Все будут решения пересматриваться. Вы продолжаете? А мы чем занимаемся? Мы собираем базу для будущих судов справедливых. Ну, в общем, я обращение подал в канцелярию, а в этот, в 107-й, знакомиться с материалами дела, одного не пускают. Ну, в смысле, с моими представителями не пускают. А один я опасаюсь заходить, потому что приставы себя агрессивно ведут и применяют физическую силу к женщинам. Я тут новое заявление накатал, я тебе скинул. Нет, ничего не получил. Меня в кабинет пускает только одного. Я не хочу заходить, потому что там присутствуют приставы. Они мне могут провокацию устроить. Может, полицию вызвать? Да не надо. Для полиции. Какая полиция? Для этих, кто ватай. Так меня не выпустят. Меня не выпустят. Да, конечно, тут все агрессивно настроены. Ситуация критическая. Ну, я сейчас заявление подам. Сейчас заявление подам. Мне начальник отдела общего обещал решить вопрос в течение получаса. Добро. Нашел. Погнали, мы не справимся. Ты что? Ты меня круче, полиция. Нашел чушку. А кто ездает? Решайте вопросы мирным путем. Мирным. А пусть ее? Ну, они просто, понимаешь, что? Они нормальные люди. Они просто ведут себя как просто фас. Фас, дана команда, фас. Что непонятно? Деньги получены, зарплата получена. А что вы здесь делаете? Ну, никогда не стоят приставы. Вот здесь, вот я сколько хожу, никогда не стоят. Никого тут не окраинает. Да он же право у него. У него такое право. Ясно. Сколько заплаты? Моё. Хочу. А те там что стоят? Понимаешь, хочу – поднимаю скамейки. Хочу – не поднимаю. Это же я налоги плачу за них. Не важно, что в законе сказано. А тебя сейчас кто остановил? Когда ты пыталась в кабинет зайти? Вы его номер записали? Без номера? Я тут написал, что мужчина в черной форме, без заплазовательных знаков, применил к тебе физическую силу. Ну и зачем это нужно? Подожди. Хочешь расписаться? Это доказательство, что там реальные угрозы для меня. Конечно. Хочешь расписаться? Расписывай синий. Заявление готово. Вот оно. Сейчас я вас сфотографирую. Не уникай очередь, тут не вешен на этом. Вот теперь эта бумажка реальная. Не просто мои слова, а коллективные заявления, что существуют угрозы. К ней применили физическую силу. Соответственно, я опасаю туда заходить. Что со мной там будет, хрен его знает? Ничего плохого не будет. Подкину что-нибудь. Или со сканейки скину. Штемпель поставьте, пожалуйста. Время поставьте, пожалуйста. Очень важно. Потом я смогу доказать, что не затягивали все это дело. По-моему, только один судебный приступ одет по форме. У него нагрудный значок может быть затерт. Да что, поболтать ты мне когда? Мне болтать-то некогда. Смотри, чем заниматься. А еще у меня нагрузки по-немецки и по-русски. Болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Знаешь, такой стих Агния Бортко? Втроем пропускать? Сейчас вам зайдете, объяснят. Я не хочу туда заходить. Вы просто поставите на вашем заявлении. Покажите. А дайте, пожалуйста, фотографировать первую. Я им доверяю. Я им доверяю. Дайте, пожалуйста. Теперь объясните, пожалуйста, что это означает. Я плохо разбираюсь. Давайте им прямо сейчас доверенность напишу. Вы почитайте требования к доверенности, которая указана. И что? Что там? Какие требования? Вы почитайте. Я же не могу наизусть. Я прямо сейчас вам к доверенности напишу. Примите? Доверенность должна быть заверена. Кем? Кем? Вы почитайте требования. Все, у меня резолюция стоит только при наличии доверенности. То есть отказываетесь? Мы не отказываемся. Судья отказывает вам. Тогда заявление можно иди забрать. А в отсутствии... Оно зарегистрировано, будет подшито. Подожди. Екатерина Викторовна, да? Владимировна. Владимировна. Екатерина Владимировна. А в отсутствии судебных приставов я смогу ознакомиться с материалами дела в этой комедии? В отсутствии судебных приставов. А зачем они нужны? Я что-то что-то нарушаю? А зачем вашим представителям нужны? Нет, если никого не будет, пусть он один на один. У нас с приставами знакомятся только с материалами дела. Только с приставами? Мы всегда не знакомы с приставами. Тихо. Мы сейчас беседуем с ним, правильно? Кто является участником поделок? Мы сейчас вот с Антоном Николаевичем беседуем. Я ему объясняю, зачем мы вмешиваете. Правильно говорит Екатерина Владимировна, сошлитесь, пожалуйста, на нормативный акт, в котором вы регламентируете свои действия. То есть расписка подписывается только в присутствии судебных приставов на основании Уголовного кодекса? Статья Уголовного кодекса у нас сидят, всегда для ознакомления, приятного обвинения. Статью Уголовного кодекса, назовите. А зачем 10 человек приставов? Тихо, подожди. У нас один лист будет приставов. Подожди, назовите, пожалуйста, нормативный правовой акт, согласно которому правила внутреннего распорядка? Ознакомление в суде, да, и правила ознакомления. А они зарегистрированы в Министерстве? У нас все зарегистрировано. Все зарегистрировано. Если вы не согласны, вы можете обратиться к председателю. Я вас предупреждаю о введении аудиозаписи, которая может быть использована в суде и при написании, как доказательство. У нас есть порядок поведения в суде. И там написано, что судебный пристав должен присутствовать при ознакомлении с материалами дела? При ознакомлении с материалами дела у нас будет только приставов, да. Пункт назовите правил, вы отказываетесь. Благодарствую, все хорошее. У нас 20 минут есть, 19, мы можем составить акт, а мы между собой. Акт. Что нас такого документа не пустили. Сказали только присутствующие представители. Нормативный правоакт не назвали, пункт не назвали. Слово живое, к делу не пришьешь. Нужен документ. Акт. Давайте пока все здесь напишем. Слушайте, чтобы потом вопросов не было. Акт об отказе в ознакомлении сделан. 9 декабря 2019 года мы пришли в Сыруцкий городской суд по адресу документа, кабинет 107, для сопровождения Антона Николаевича Булгакова, который 3 декабря подал обращение в входящий номер такой-то об ознакомлении с материалами дела. Номер такой-то 1630. Мужчины в черном форме, без беретов и нагрудных знаков, применили физическую силу Антона Николаевича Булгакова, опасаясь за свое здоровье, жизнь и свободу, потребовал письменного ознакомить его с материалами дела в присутствии его знакомых, которым он доверяет, Куракина и Казаку. Начальник отдела Сторожего, ЕВ, заявила, что необходима доверенность в ознакомлении. В ознакомлении с материалами можно только в присутствии судебных листов. Норму право назвать не смогла и отказала в ознакомлении Антона Николаевича Булгакова, доверителя и его доверенным. Антон Николаевич Булгаков, в основном, заявил, что доверяет Куракина и Казаку. Сторожного выступления с representing the Album of the People in the Informed of the Cup. Вот у меня личное квало... Перед женщиной я и истинной... Перед одной нет, вы не извинились. Извинились? Да. А вы же говорили... А вы же говорили... А вы же говорили, никого не вкидываете. А за что вы извинились? Почли, Антон, пойдем, пошли. Спасибо, до свидания. всего хорошего демонизировать у вас поливал до свидания так он неизвестно за что извинился и только период одной он неизвестно за что извинить мило я тобой горжусь перри минут улыбаться с улыбаться нам стал заметили а куда ему деваться жилбаки играли как вообще он не до него всего его пристыдили он несколько раз захотела не мне так интересно так уверенно они в кабинет хотели его ввести понимаете меня толкает и сам дверь закрывать я ожидал провокацию они хотели от мишка они заходят они и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok